В эфире ток-шоу «Вместе» и мы продолжаем беседу. Депутаты предложили более 30 идей по ужесточению мер. Речь также идет и об увеличенных штрафах, то есть речь идет о таких баснословных цифрах, как почти миллион рублей. Сергей Сергеевич, вы считаете, увеличенные в разы штрафы помогут? Количество ДТП не снизит, это однозначно. Я за пополнение бюджета, поэтому считаю, что увеличивать штрафы за это надо. Миллион пусть платят пьяные в бюджет Российской Федерации. Просто человек будет больше платить и все. Повышение ответственности не устраняет ни отратимость наказания. Вот я был в Люксембурге, выходил из кафе. В Люксембурге у нас 0,15 мг на литр, в Люксембурге 0,25 мг на литр. Я выхожу из кафе, какой-то праздник был, я не помню уже. Ко мне подходит полицейский, что-то по-французски там разговаривает. Мне мама переводит, он говорит, вы в состоянии управлять автомобилем? Вот метод, который способствует, чтобы я не поехал. А у нас стоят за поворотом, да хорошо водитель пьяный до поворота до этого доедет, с кабака. Кстати говоря, в Вологде по дороге, на Московском шоссе был случай, когда вышел из этого глобуса, сел пьяный за руль, хорошо не задавил никого, просто ДТП совершил и ушел пешком. А наряд стоял на выезде, остановили всех на выезде. Вот действенный метод, да. Пожалуйста, мне сотрудники говорят, мы не можем поставить в каждом кабаке сотрудника полиции. Можете, и я расскажу как. Мы вот этих сотрудников поставим у кабаков. Я вам гарантирую сразу снижение количества ДТП с пострадавшими и с пьяными. Сразу снижение будет управления состоянием алкогольного опьянения. В Прадо, на Мира звонят, водитель пытается сесть, звонят в дежурную часть. Это было два года назад, или три. Звонят в дежурную часть, мне рассказывали охранники. Водитель хочет сесть за руль пьяный. Приедьте там, мол, мы-то не можем, охранники уже всяко пытаемся его остановить. Вот когда поедет, тогда и звоните нам. Водитель врезался в три дерева, хорошо, а не в три человека. В законе о полиции написано. Полиция обязана предотвращать, принимать меры предотвращения административного правонарушения преступлений. Проблема заключается в том, что сотрудник полиции предотвратил, он же не знает, он предотвратил остановив пьяного водителя ДТП, или водитель доедет до дома пьяный, да? Он же не знает, как отчитываться. Отчитываться за это предотвращение сотруднику никак. И это пока не придумали сотрудники. Поэтому до сих пор план. Вот протоколов пять составил, все. Такая практика, она не жизнеспособна. Потому что, сами представляете, за управление состоянием опьянения, мы сотрудники госавтоинспекции задерживают. Необходимо оформление данного материала в присутствии понятых, доставление медицинских учреждений и так далее. То есть на данную процедуру уходит полтора-два часа как минимум. Если на город Вологду выходит в ночное время два-три экипажа, если сотрудник будет задействован, один экипаж по оформлению материала в состоянии опьянения, кроме этого происходит даже транспортное происшествие, экипажей нет. То есть о том, что Сергей Сергеевич говорит, каждому кабаку поставить по сотруднику. Нет у сотрудников столько. Говоря об ужесточении мер, были идеи о том, чтобы прокалывать, например, права. То есть, грубо говоря, попался пьяным, получил другую удостоверение. Также предлагают клеймить пьяниц буквой «П» на руке. Ну, то есть вот такие вот идеи. Может быть, у кого-то еще есть альтернативные идеи? Все-таки доля водителей, совершивших ДТП в состоянии алкогольного опьянения, в ходе которых причины повреждения иным участникам данного дорожного транспортного происшествия, не более 10%, а все-таки остальные 90%, они-то почему попадают в аварии? В аварии с тяжким вредом здоровья, в аварии, повлекшей смерть иных участников. Все-таки 10% и 90% разница существенна. Наверное, может быть, все-таки повышать некую правовую культуру езды или ужесточить требования к получению водительского удостоверения. А как воспитывать эту правовую культуру езды, на ваш взгляд? Я все-таки, наверное, сторонник некого ужесточения требований к выдаче водительского удостоверения. Наверное, увеличить количество часов вождения перед моментом сдачи квалификационного экзамена. Может быть, увеличить количество некого теоретических часов. И, наверное, возможно, неплохо было бы при смене водительского удостоверения, вот сейчас происходит раз в 10 лет, все-таки проводить некий квалификационный экзамен. Мне кажется, что для любого водителя нет жестче наказания, нет жестче такой угрозы, чем лишение водительских прав. У меня папа водитель, у меня среди многих моих знакомых есть ребята-водители, и для многих их автомобиль это не просто средство передвижения, это способ заработка, это очень важная часть их жизни. И мне кажется, что если бы законодательно можно было установить так, что человек, попавшись пьяным за рулем, никогда больше бы не смог сесть за руль, то есть его бы лишили прав вообще навсегда. Мне кажется, что если бы была такая угроза, то многие бы просто не стали садиться пьяными за руль действительно. Здесь я не совсем согласен. Почему? Потому что все зависит от того, для чего нужно водительское удостоверение. Для одних участников дорожного движения, для одних граждан водительское удостоверение это источник существования, это его жизнь. Для большинства же водительское удостоверение это, так скажем, дань моды. Для одних граждан, для одних участников, для одних жителей это серьезно, для других это не серьезно. На мой взгляд, ужесточение наказания большой роли не сыграет, потому что водительское удостоверение боятся лишиться все. Но садятся, тем не менее, потому что думают, что они не будут пойманы. То есть у нас система контроля какая? Согласно нашему законодательству, водителя нельзя остановить просто так, если он ничего не нарушил. То есть если, грубо говоря, я там выпил бутылку пива и еду себе спокойно в городе, меня сотрудник ДПС не имеет права просто так остановить. То есть может остановить для проверки документов только на стационарном посту ДПС. Довольно свежие воспоминания о том, как сдавал экзамены в ГАИ, как учился в автошколе. Нас просто учили правилам, как нужно ездить, и все. Не было сказано, почему надо следовать этим правилам. Не было, например, отдельных уроков о том, чему будет грозить неправильное вождение, нахождение в состоянии алкогольного опьянения. В принципе, просто идет натаскание. Есть ли вообще какие-нибудь законы, которые регулируют автошколы и учат соблюдать правила? Непосредственно здесь должен заниматься Департамент образования, потому что лицензию на право обучения предоставляют они. Сотрудники госавтоинспекции вмешиваться в учебный процесс не вправе. То есть мы можем только проверить знания правил дорожного движения и вождения. Все остальное, как обучение, это уже вопрос к ним. С нашей стороны систематически мы направляем информацию о том, что отдельная учебная организация обучает так, что с первого раза сдает 10-15%. Отдельные ученики, которые сдали внутренний экзамен и были допущены до сдачи квалификационных экзаменов, не могут сдать экзамены на 15-20 раз. То есть как же их обучали? В решении какой-либо проблемы не лишним бывает обратиться к опыту других. Так, например, в Дании у водителя, попавшегося на нетрезвом вождении, конфискуют машину. В Японии наказывают не только водители, которые сели за руль в нетрезвом состоянии, но и пассажиров. То есть каждый несовершеннолетний пассажир должен заплатить штраф в размере 3 тысяч долларов, а водитель получит около 9 тысяч долларов, либо лишение свободы сроком на 5 лет. В Испании за нетрезвое вождение посадят на 2 года, в Финляндии на 4. А строже всех с нетрезвыми водителями поступают китайские власти. Там за пьяное ДТП грозит наказание вплоть до расстрела. И такие случаи действительно были. Так, в 2009 году к смертной казни был приговорен водитель, который в нетрезвом состоянии сбил пятерых человек. И в Таиланде за аналогичное преступление тоже предусмотрена смертная казнь. В таких странах, как Финляндия, США, Швеция, Франция, Германия, водителям, которые сели нетрезвыми за руль, предлагается установить в свой автомобиль алкозамок. И нечто подобное хотят сделать и в России. Сергей Александрович, расскажите, что представляет собой вот этот прибор алкозамок, как он действует? Да, сейчас у нас рассматривается депутатами законопроект о том, что водителя, который первый раз попался за рулем, который управлял автомобилем в состоянии алкогольного опьянения, не лишать водительского удостоверения, а обязать его за его счет установить в автомобиль алкозамок. Значит, система алкозамок состоит из алкотестера, из блока управления, который обрабатывает информацию, полученную алкотестером, и из системы блокировки зажигания. То есть, перед тем, как завести двигатель, водителю предлагается пройти тест на алкотестере, и если в выдыхаемом им воздухе содержатся пары алкоголя, то, соответственно, двигатель просто не заведется. Да, во многих европейских странах, и в Америке, в частности, тоже применяется эта система успешно, но в России, я считаю, что эта система большой роли также не сыграет, потому что в силу своего менталитета мы найдем, ну, существует много способов, как обойти эту систему, и с технической точки зрения, с технической точки зрения, кстати, возникает множество сложных вопросов, таких как, то есть, мы влезаем в систему зажигания автомобиля, вопрос о снятии из гарантии, там, сейчас получают распространение гибридные автомобили, электроавтомобили, в них, как эта система будет работать, там, установить алкозамок на карбюраторный автомобиль, любой человек, который знает основы, там, электрики автомобиля, отсоединит его, и при этом никакой, там, блок управления, который, там, должен быть оснащен системами защиты и так далее, можно обойти это без проблем. Перспективы развития установки алкозамков, лично я вижу в том, чтобы обязать автотранспортные предприятия снабдить свои автомобили, автобусы, алкозамками, ну, не то, что алкозамками, а системами контроля, значит, выдыхаемого водителем воздуха, то есть, ну, чтобы система контролировала трезвость водителя, я считаю, что именно вот водители автобусов, маршрутного транспортного средства, маршрутных транспортных средств, они несут больше ответственности, и нужно начинать внедрять эту систему именно с них, и дальше уже смотреть, как будет получаться или не будет, и в перспективе, может быть, когда-нибудь мы придем к тому, что будем устанавливать эту систему и частным лицам. С данным предложением я не согласен. У нас систематически водители автобусов, в том числе рейсовых, междугородних и так далее, задерживаются в состоянии пьянения. То есть, водители есть. Предлагаете этот же алкозамок. То есть, получается, предприятие будет вкладывать деньги, но это результат этого большого не даст. Правильно говорить о том, что менталитет другой. Водитель в состоянии пьянения садится за руль, предлагает бабушке, пассажирке продуть, и все, он поехал? Да, технически эта штука, естественно, несовершенна. То есть, попросить соседа дунуть без проблем. В ходе движения также будет предлагаться пройти тест с определенными случайным образом выбранными промежутками времени. Но стоит там защита о том, чтобы, грубо говоря, резиновой грушей не дунуть, то, что состав воздуха будет проверяться. Но и соседа можно привлечь, и установить на другой автомобиль, и ездить без него. Я считаю, что надо все-таки сконтретироваться на мерах именно по предотвращению. И кроме тех, которые я сказал, эта мера, в принципе, которая, наверное, к ГИБДД-то и не относится, относится, скорее всего, к полиции, это ограничение продажи алкоголя. И ответственность за незаконную продажу алкоголя и так далее. Готовы ли жители Вологды установить алкозамок за свой счет? Мы выяснили. Внимание на экран. Ну, я, насколько слышал, разрабатывается такая методика, что если человек был пойман в нетрезвом состоянии, то на следующий раз ему будут устанавливать алкозамок. То есть вот в этом случае атака, люди, которые не употребляют алкогольные напитки, ведут здоровый образ жизни, я считаю, что им это просто не нужно. Ну, за свой вряд ли, потому что я в себе уверена, в принципе, я не сажусь за руль и пишу. А так, я считаю, надо отбирать машины. Надо отбирать машины? Да, да, прямо отбирать машины, потому что это бесполезно, там лишать прав, все равно садятся. Да, готово. Ну, вот, ожидаются законы-то, где заключение очень большое, штрафы объединской. Мне это не нужно, я не трезвым зарплату не сажусь. Ну, думаю, что нет, так как, во-первых, это затратно, опять же, обслуживание автомобиля влетает в копеечку в каждый год, если это новый автомобиль. Но если это будет от производителя, сами производители автомобилей будут устанавливать данные замки, ну, в принципе, только за. Виталий Александрович, скажите, пожалуйста, можно ли говорить о том, что проверка будущих водителей у нарколога проходит не очень качественно? Потому что заключение о том, годен ли человек к управлению транспортным средством, выдается на основании того, стоит ли он на учете. А ведь можно привлекать и, например, характеристики с места работы, проводить какие-то тесты. И, конечно, основной критерий все-таки состоит ли на диспансером наблюдения данный специалист. Но здесь еще много критериев. Он может состоять на диспансером наблюдения, но, допустим, уже не употреблять алкоголь много лет. Это учитывается обязательно, да? То есть нам важно, чтобы человек наблюдался, чтобы у него были, как вы говорите, положительные характеристики. Они, кстати, обязательно собираются. Берется информация, а были бы какие-то правонарушения связаны с потреблением психоактивных вещей. И только после этого дел дается оценка. Допускаются ли данные гражданин, допустим, на водительскую комиссию, или не допускается. К Сергею Леонидовичу хотел еще обратиться. Не секрет, что, имея определенное знакомство, имея определенную сумму денег, права можно купить? Для сдачи квалификационных экзаменов, то есть по теоретической, принимают не сотрудник, принимают аппарат, то есть непосредственно компьютер. В комнате, где непосредственно ведется прием граждан, то есть сдают квалификационные экзамены, ведется постоянно видеозапись. То есть конкретно все видно. О том, чтобы не было, что кто-то вместо него съел и там подобное. То есть контроль у нас за этим строгий. Мне кажется, вы немножко не поняли вопрос, потому что факт не в том, что кто-то за тебя будет сдавать экзамен, а факт в том, что сначала человек за деньги, даже не появляясь в наркодиспансере, покупает справку, а потом за определенную сумму покупает права. Для того, чтобы получить водительское удостоверение, человек должен сдать экзамены и так далее. То есть все документы остаются в материалах дела. А как насчет фальсификации? Это и ваше дело? Нет. В отношении, еще раз говорю, фальсификации, о том, что все квалификационные экзамены, теоретически, оно идет распечатано, потом все материалы подшиваются. И видеозапись? Видеозапись. У нас систематически проверяется, кто, как, чего. То есть она ведется. Смотря кому заплатишь. Так, иначе надо покупать всех, получаться. Готова говорить конкретно о уголовном деле, которое возбуждено и передано в суд прокуратурой, и, насколько я знаю, МВД России по Вологодской области. Речь идет конкретно о Вологодском наркодиспансере, где врач, который выписывал справки, выписывал их совершенно, вот как и рассказывали наши коллеги, не приглашая людей на комиссию, выдавал им совершенно, как бы, свободно эти документы. Стоил такой документ 2,5 тысячи рублей. Сейчас в уголовном деле фигурируют 10 случаев взятки и 17 случаев служебного подлога. То есть, в принципе, получается, человек, который, может быть, даже состоял на учете в наркодиспансере, например, он мог прийти и взять эту справку. То есть, как бы, отрицать факт коррупции и то, что в этой ситуации все так или иначе органы, которые имеют отношение, ведомство имеют отношение к этой проблеме, могут быть замешаны. Я не говорю, что все повалены, да, взяточники и прочее, прочее, но есть такие факты. Мне кажется, отрицать это просто странно. Как и средства массовой информации. Ну, средства массовой информации никому, вот лично мне так никто еще денег не предлагал, за то, чтобы я не рассказывала о пьяном водителе. Мне предлагали, я на судебный эксперимент, но я не брал. Ну, вот один из ваших коллег, получается, взял. Подождите, есть презумпция невиновности. Все решает суд. В последнее время мы пытаемся бороться совсем слишком кардинальными методами. Мы пытаемся запретить продажу алкоголя в ночное время. Но продажа алкоголя не уменьшилась. Ее приобретают в дневное время. Если человек раньше приобретал одну бутылку, с надеждой о том, что в случае необходимости он возьмет вторую позже, но теперь возьмет две сразу. В конце концов, таксисты ночью могут так же продать тебе бутылку алкоголя. Наверное, профилактику начинать надо с раннего школьного возраста. Прививать, может быть, некую культуру питья, культуру поведения в обществе. Они кардинальным образом. Давайте запретим курение в ресторанах, давайте запретим тотальную продажу алкоголя. Наверное, так поступать нельзя. У меня вопрос к Сергею Леонидовичу. Скажите, пожалуйста, как быть с наркоманами за рулем? Как это регулируется? В отношении наркоманов, если сотрудник выявляет гражданина, у которого признаки опьянения есть, но запаха алкоголя нет, основания для направления на медицинское свидетельство. То есть мы доставляем к наркологу. Это уже нарколог ставит заключение. Это уже не наша компетенция. А меры наказания какие? Меры наказания те же самые. То есть за управление состоянием опьянения. То есть либо это от алкогольного опьянения, либо наркотическое, токсическое и так далее. То есть без разницы. Наказания равнозначны. Сергей Леонидович, тоже вопрос к вам. Скажите, пожалуйста, вот часто случаются такие ситуации, что если в ДТП принимал участие человек из силовой структуры какой-то, то, как правило, вина перекладывается на пострадавших, доказательства фальсифицируются. Вот какие меры можно для этого предпринять, для решения проблемы? В отношении здесь я категорически не согласен. Да, если сотрудник органов внутренних дел, либо других, так скажем, правоохранительных органов, либо органов власти, претензий, да. То есть виновной стороны всегда отношения, уже предвзято отношения, что будет попытка, ну так скажем, что вину переложить на другие плечи. Это нет. И в первую очередь в отношении сотрудников. Если происходит ДТП с участием сотрудников, в обязательном порядке мы проводим осветительство на состояние опьянения. Всех, независимо от, как Сергей Сергеевич говорит, что критерии должны быть, либо не должны. Раз ты сотрудник, пройди осветительственное, чтобы потом вопросов не было. Потому что если в отношении сотрудника мы не проведем осветительственное, на 90% появится жалоба, что данный сотрудник находился в состоянии опьянения и так далее. Идей и предложений много. Насколько они эффективны, покажет время. Ну а пока наш закон слишком лоялен к убийцам на дорогах. Это была программа «Месте». До встречи на седьмом канале. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова